Так, дорогие друзья, прошу прощения за качество звука и видео. Я в таком виде, в походном. Просто нету другой возможности снять нормальный ролик. Но сегодня 100 лет со дня убедения царской семьи. И по этому поводу я хотел бы сказать несколько слов. Дело в том, что сама личность царя Николая, она, конечно, весьма привлекаемая. Почему ей даже до сих пор много идет разговоров по поводу его правления. Хотя уже несколько лет как церковь его канонизировала, как страста терпса. Но вот эти вот разговоры о том, что он был не свят, они продолжаются до сих пор. Нужно отметить, что все-таки святость она в церкви почитается разных типов. Это бывает святость мученика, святость благоверного правителя, князя, царя. Это святость апостолов, равноапостольных мужей, преподобных и так далее. Так вот, надо сказать, что... Да, мне еще и говорят, вот он же там страну довел до такого состояния. Был бездарный правитель. Курил, выпивал. Недавно я снимал ролик и коснулся темы о татуировках. Так мне говорят, и у царя Николая татуировка была... Я что хочу сказать, ведь его не за это все канонизировали, как он правило, страной. Насколько он был благоверный, там, знаете, вот такой вот аскет и прочее, прочее. Нет. Но церковь его канонизировала, как страстотерпца. И для того, чтобы вы лучше поняли, что значит это... На церковном языке страстотерпец вы можете поинтересоваться подвигом, прославлением первых русских страстотерпцев Бориса и Глеба. Они оба были князьями, имели дружины. Одного движения в руки достаточно было, чтобы их слуги, их воины бросились выполнять любое приказание. И вот когда возникла расприя о Киевском престоле, их брат захотел престол этот захватить, и опасался того, что они будут бороться за власть, он решил их умертвить. И они, узнав об этом, свои дружины распустили и предпочли погибнуть от руки своего брата. Мы не знаем, как они жили, как правили. Может быть, они вовсе и очень-то были талантливыми правителями. Но их церковь канонизировала не как благоверных, а именно как страстотерпцев. Те люди, которые предпочли принять страдания и смерть ради того, чтобы не пролилось больше крови, это не мученики за Христа. Их называют страстотерпцы, то есть претерпевшие страсти. Страсти по-славянски это страдания. Царь Николая подобно им, ради того, чтобы не было борьбы за власть и междоусобинцы на Руси, отрекся от престола и претерпел мученическую эту, страстотерпческую кончину, ради того, чтобы не проливалась кровь на Руси. Конечно же, он не знал, что кровь все равно прольется, что будет гражданская война, что будет жесточайшая междоусобица, междоусобица и много людей погибнет. Но то, что он старался этого избежать, ценой собственного поругания, унижения, страдания и своей смерти, эта церковь и называет его подвигом страстотерпчества. Поэтому сегодня церковь вспоминает его кончину, столетие сегодня убиения царской семьи. И по этому поводу мне бы хотелось сказать несколько слов, вот этих слов, чтобы вы лучше понимали, что церковь в нем чтит. Не татуировки, не то, что он там курил или как-то правил страной. Некоторые идеализируют наоборот, вот при царе-батюшке все было хорошо. Нет, не все было хорошо, иначе бы и не было тех катаклизмов, которые наша страна пережила. Не все было хорошо. Но церковь не это оценивает, когда его прославляют как святого, а именно его подвиг страстотерпца. И любой подвиг, который церковь нам дает в лице святых божьих, любой подвиг, будь то скеза, будь то мутенчество, будь то какие-то апостольские труды, это все дается нам для нашего наседания, как пример святости, как пример того, что мы можем у каждого святого чему-то научиться и что-то почерпнуть для себя. В данном случае, я думаю, понятно, я уже сказал, понятно, мне кажется, о том, что церковь чтит в царе Николае и для чего его прославила, а именно для того, чтобы мы могли в его в этом подвиге, в его кончине найти для себя какое-то назидание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова